Райгрос пастбищный. Описание растения. Это травянистое растение принадлежит к семейству злаков. Произрастает в основном в странах Европы, Азии, в африканских странах и южной части Западной Сибири. Второе название растения – плевел многолетний. Этот сорт травы предпочитает местность с мягким и влажным климатом. Выращивается для озеленения газонов и создания пастбищ для животных. В дикой природе райгрос многолетний можно встретить на лугах, на лесных полянках и вдоль дорог. Обратите внимание, трава почти в любом климатическом поясе начинает цвести уже в июне и продолжает до начала осеннего сезона. Перед пассивными работами многих интересует вопрос, что такое трава райгроса и для чего она нужна. Подробное описание райгроса многолетнего для газона или пастбища может получить нужную информацию. Описание культуры райгрос. Растение имеет мощную корневую систему, которая отличается быстрым ростом. Вырастает в длину до 70 сантиметров. Стебли райгроса гладкие, отличаются хорошей ветвистостью. Ярко-зеленые листья не теряют свой цвет вплоть до наступления заморозков. Растение обладает длинными и тонкими пластинками размером около 30 сантиметров. На ощупь они гладкие, но в местах прожилок шероховатые. Основание каждой пластины содержит ушки. Соцветие имеет вид поникшего колоска. На колосе обычно распускаются от 5 до 10 цветков, из которых впоследствии созревают семена райгроса. Райгроса к сведению. Райгрос многолетний отличается от своих сородичей. Более высокой питательностью 100 кг травы райгроса соответствует 23 кормовым одиницам. А 100 кг сена 60 кормовым одиницам. Разновидности райгроса. Растение считается сорняком, но активно используется в качестве газонной травы и для кормления сельскохозяйственного скота. Существует несколько разновидностей райгроса, обладающие отличительными особенностями. Райгрос пастбищный. Райгрос пастбищный. Отличительной чертой травянистого многолетника можно назвать быструю всхожесть и более интенсивный рост. Уже первый год после высева культуры образуется густой ярко-зеленый ковер на газоне или на месте для пастбища с хорошо развитой корневой системой. После покоса очень быстро отрастает и сохраняет декоративные качества вплоть до наступления зимнего периода. Райгрос высокий. Среднелетний зуак достигает в длину от 80 до 150 сантиметров. Растет густыми дерновинами. Трава райгрос высокий имеет плоские и шероховатые листья и длинные побеги с метелкой на конце. Период цветения наступает в конце мая и начале июня. Считается засухоустойчивой культурой, но хорошо реагирует на полив. Райгрос бульбоносный. Замечательная декоративность травы будет отмечена даже при минимальном уходе, поэтому часто используется для дизайна различных газонов. Растение является многолетним видом семейства злаковых. Корневище располагается неглубоко, поэтому после трех лет корни с бульбочками могут выйти на поверхность грунта. Если случилась такая неприятность, нужно засыпать их землей и пересадить луковичный райгрос в другое место. Листики райгроса бульбоносного варьегота имеют золотисто-пеструю расцветку. Райгрос однолетний. В основном подается возделыванию в России в купе с бобовыми растениями для зеленого корма животным или для заготовки корма на зиму. Посадку осуществляют при помощи семян, которые заранее обрабатывают препаратами. Растения используются как покрывной материал для лугов, мест, которые плохо перенесли зиму и содержат мало травостоя, где же можно осуществлять выпад сельскохозяйственных животных для употребления питательного зеленого корма. Райгрос многоукосный. Хорошо растет в районах с мягкой зимой и влажным летом. Отличается райгрос многоукосный быстрым развитием и замечательной способностью давать несколько урожайных всходов после скашивания. Можно использовать не только для эффективного заполнения не пастбищной местности, но и для украшения газона в любом саду или на дачном участке. Сорт абсолютно неприхотлив к выбору почвы, можно высаживать на глинистых торфанных и песчаных грунтах. Обратите внимание, разновидности травы райгрос имеют по несколько сортов, каждый из которых отличается своей технологией выращивания и ухода. Преимущества райгроса пастбищного Главным достоинством культуры является высокая урожайность. Этот факт делает райгрос пастбищный востребованным растением, используемым при кормлении животных. Параллельно с важным преимуществом дутокит достоинства травы. Травянистое растение является не только отличным удобрением для почвы, где растет, но и лекарством для земли. Выращивание райгроса предотвращает эрозию. Замечательно сочетается с другими травяными культурами. После первого скашивания растение приобретает высокую скорость повторного роста. Важно! Трава может не выдержать лишнее поступление влаги и в будущем замедлить рост и развитие. Посев и особенности выращивания Посев райгроса Чтобы райгрос пастбищный для зеленения газона вырос красивым густым покрывалом, при посеве семян нужно соблюдать технологию. Когда происходит посев, нужно определить площадь и использовать примерное количество семян. Норма на 1 гектар земли 10 кг посадочной смеси, а для высеивания на корм скоту 13 кг. Соблюдая примерную дозировку, можно надеяться на получение отличного урожая травы. Во время посева в открытый грунт желательно обеспечить умеренную влажность почве. Глубина посадки не должна превышать 3 см. Землю следует предварительно перекопать и внести азотные добавки для активизации роста травы. После перекопки нужно разбить все кочки и разровнять грунт с помощью граблей. Затем веером раскидываются семена. Трава неприхотлива к условиям выращивания, но некоторые нюансы следует учитывать. Если выращивается райгрос на газон, то не нужно пренебрегать потребностями других растений, входящих в состав. Лучшим временем для посева является весна. Если выдалось дождливое время, то озадачиваться поливом не стоит, ну, а если стоит сухая и теплая погода, нужно обеспечить растениям. Регулярное поступление воды. Чтобы не было сорняков, тормозящих нормальное развитие и рост растения, требует почву обработать специальными гербицидами. Можно этим заняться осенью после проведения работ на земле, а можно весной перед посадкой. Обратите внимание, райгрос не подвергается никаким болезням и вредителям. Только райгрос бульбоносный может поразить ржавчина, если он растет в жарком и влажном месте. Газон, выращенный с использованием райгроса пастбищного, всегда выглядит ухоженным и привлекательным. Весь летний период частной владеньи будет украшать ярко-зеленые плотные коверы с травы. Занявшись благоустройством придомовой территории, можно сразу приобрести смесь трав, куда входит не только плевел, но и мятлик луговой. Овсяница, плевица и многие другие представители разнотравья. Пуари с райгросом они будут смотреться очень эффектно. Продолжение следует...